Библейский портал экзегет.ру представляет Евангелие от Матфея, шестая глава, я читаю свой перевод для библейского портала экзегет. Нагорная проповедь, самая серединка. В пятой главе столько всего было сказано, что всего и не напомнишь, но я напомню только одно. Вы свет миру, говорит он слушателям, и будьте совершенными, как совершенен Отец ваш небесный. Такая рамка, вот в начале пятой главы, в самом ее конце. Вы, самое главное, что есть в мире, будьте такими, как Бог. Иисус не взяли поконкретнее. Мы, люди, грешные. Что же, как нам, куда нам, где мы? Ладно, говорит он, будем разбираться. И, конечно, когда мы говорим о Боге, когда мы говорим о законе, о заповедях, мы, прежде всего, думаем о религиозности, правда? Как человек молится, как он постится, как он подает милостыни. Это же не только социальная справедливость, это еще и некоторый акт религиозный. И вот пойдет сейчас об этом. Тем более уже обозначено, ваша праведность должна превзойти праведность книжников и фарисеев, людей достаточно благочестивых, и не просто так, а вот всерьез живущих духовной жизнью. И интересно, что он начинает с милостыни. Почему? Смотрите, не выставляйте свою праведность на показ перед людьми, тогда не будет вам награды от Отца вашего небесного. Когда подаешь милостыню, не труби об этом повсюду, как это делают лицемеры в синагогах и людных местах, чтобы люди их прославляли. Аминь, говорю вам, в том и состоит их награда. А когда ты подашь милостыню, пусть левая твоя рука не знает, что творит правое. И так твоя милостыня останется тайной, а отец твой, видя потаенное, тебе воздаст. С самого начала он берет ситуацию наиболее удобную для лицемеров. Как человек постится молиться, ну, может, конечно, показывать, но это немножко неестественно. А вот милостыню подавать – это целое такое действие. И из этого можно целый спектакль устроить, правда, потому что есть другие люди, они будут благодарить, они будут рады этой милостыней. Кто-то еще будет свидетелем. И вот на этом примере он показывает разницу между внешним и внутренним. Вот это основная тема шестой главы. Внутри, а не на показ. Левая рука не знает, что творит правое. Ну да, очень часто так и бывает у человека, а уж у государств и общественных структур, тем более, когда абсолютная рассогласованность, да. Но здесь это понимается как некоторый образец для поведения тому, кто творит милостыню. То есть не рассчитывая, не думая, ну, вот здесь мы чуть-чуть, там понемножку, а основное мы оставим. И когда молитесь, не будьте похожи на лицемеров, которые любят молиться в синагогах или посреди улицы на показ перед людьми. Та же самая тема истинного почитания Бога и показного. Аминь, истинно, говорю вам, в том и состоит их награда. «А ты, когда молишься, войди в свою комнату, запри дверь и помолись отцу своему втайне, а отец, в виде потаённое, тебе воздаст». В молитве не будьте многословны, словно язычники, им кажется, что если слов будет много, их услышат. Не подражайте им, ведь отцу вашему известно всякое, ваше нуждающее прежде, чем вы его попросите. То есть, оказывается, молитва тоже может быть показной. Но если милостыня, ну, она в принципе больше к человеку обращена, то ведь молитва обращена полностью к Богу. И очень логичный переход. Если ты перед людьми на показ свою религиозность выставляешь, то даже когда ты будешь её обращать к отцу, к Богу, то всё равно у тебя есть возможность так поступить. И некоторые люди так и делают. Ну, а дальше слова молитвы Господней. «Вы молитесь так, Отец наш Небесный, да будет свято Твое имя, да наступит Твое царство, да творится Твоя воля, как на небе, так и на земле. Хлеб наш насущный дай нам сегодня, и прости нам долги наши, как мы сами простили должников наших. И не дай нам впасть в искушение, но избавь нас от зла, ибо царство и сила и слава они Твои вовеки. Аминь». Смотрите, об этой молитве, можно, конечно, говорить бесконечно, и я не буду пытаться рассказать всё, что я готов об этом сказать. Но в контексте этой главы, в контексте всей Нагорной проповеди, в контексте всего Евангелия от Матфея, важно, что здесь эта молитва делится на некоторые части. Первая часть – это отношение с Богом, Твое имя, Твое царство, Твоя воля. Вот без этого всё остальное как-то теряет смысл. Молитва или милостыни, или что-нибудь ещё, и пост потом будет упомянут. Если это обращено к Богу, да, это помогает. Хлеб наш насущный, но настолько это слово вошло уже в русский язык, что практически невозможно перевести иначе. Дай нам сегодня, прости нам долги, как мы простили, не дай нам впасть в искушение. Вот пошла практика. Дай то, что нам нужно, оставь то, чем мы отягощены, но в той мере, в которой мы делаем то же самое, и не дай нам впасть в искушение. Тут много очень споров по поводу того, как это понимать. Не введи, вводит ли Бог в искушение. Но я думаю, что здесь имеется в виду скорее некоторое позволение, когда Бог даёт произволение для впадения человека в искушение, для его застревания в этом. И дальше кусочек, которого нету в большинстве рукописей, «Ибо царство и силы славы, они во веки твои», опять закольцовывается. То, с чего начиналось, три и третий раз ещё три элемента, которые говорят уже о самом Боге, а не о том, что нужно человеку. То есть вот с этим добавлением получается, что в молитве Иисус призывает говорить больше о Боге, чем о своих нуждах, ровно в соответствии с тем, что сказано выше, он знает, прежде чем вы попросите. И только одно он комментирует, ведь если вы простите другим людям их провинности, то и вам Отец ваш Небесный простит ваше, а если не простите другим, то Отец ваш не простит ваших провинностей. Всё остальное, казалось бы, довольно понятно. Про хлеб насущный не очень, но то, что нам нужно, то, без чего мы не можем жить, наверное, что-то вот в этом смысле, хотя много и других толкований, но это уж точно здесь присутствует. А вот как это можно просить прощения лишь в той мере, в которой ты сам прощаешь? Вот в этой молитве одновременно есть и проповедь, до какой степени можно просить, и если твоя жизнь противоположна тому, что ты просишь, то и просить бесполезно. Раз молитва, то рядом с молитвой часто идёт пост. Иудеи постились, ну, строго говоря, один день в году Йом-Кипура, день милостивления, но это общеобязательный пост. Некоторые, например, фарисеи два раза в неделю дополнительно часто, причём их пост – это полный отказ от еды и питья на протяжении дня. Это серьёзное усилие, правда, целый день ничего не есть, два раза в неделю. И когда поститесь, не напускайте на себя мрачный вид, как лицемера. Хм, ещё бы не напускать, жрать-то хочется. Они делают это нарочно, чтобы выставить себя постниками перед другими людьми. Вроде бы оно само получается, да? Ну, тогда это вопрос о цели поста. Если цель поста всего лишь изнурить себя, то получается, что это, ну, какой-то вот другой пост, чем осмысленный. Потому что осмысленный пост – это форма обращения к Богу. Аминь, говорю вам, в том и состоит их награда. Если ты решил поститься, умойся и позаботься о прическе, чтобы выглядеть постником не перед людьми, а перед отцом твоим втайне. И отец твой, видя потаённое, тебе воздаст. Ну, стало быть, выглядя хорошо. Почему? Потому что пост, как правило, предполагает, ну, такое небрежение о своём внешнем виде, да? Человек не только не ест и не пьёт, но и там не причесывается, не одевается как-то. Ну, элегантно назовём это так, может быть, немножко анахронистическое слово. Вот, а он себя там назевает, что попало, и даже специально выбирает какую-то плохую одежду. И вот постоянный мотив – награда, награда, награда. Неужели мы всё делаем за награду по отношению к Богу? И молитва, и пост, и всё остальное. Да ведь, в общем-то, да. Мы хотим добиться некоторого результата. И вот этот результат может быть либо одобрением людей, показуха, да, либо чем-то, что приходит от Бога. Но тогда важно, чтобы одобрение людей не было смешано вот с этим поведением. Ведь вопрос в том, где, собственно, всё самое главное, вот в чём человек видит свои сокровища. «Не копите себе сокровищ на земле, здесь их поедают ржавчина и моль, расхищают проникшие в дом воры. Копите себе сокровища на небе, там их не поедают ни ржавчина, ни моль, там их не расхищают проникшие в дом воры. Где твоё сокровище, тогда ведь и сердце твое будет стремиться». Прекрасные слова. И они в каком-то смысле комментируют всё сказанное выше. Либо религиозность обращена к этому миру и ко всему, что можно с её помощью приобрести здесь, либо к миру иному, и тогда вот там это и будет, и туда и стремится душа. «Глаза дают свет всему человеческому телу». Такой немножечко, может быть, наивный взгляд, античный, когда казалось людям, что глаза излучают некие особые лучи, просвещающие окружающий мир. «Так что, если взгляд твой бесхитростен, то и всё тело будет светлым. А если взгляд твой злобен, то и всё тело будет тёмным. А если твой собственный свет оказался тьмой, чем же будет тьма?» При чём здесь всё только что о молитве, о посте? А ведь любое действие, в том числе религиозное, оно проистекает из какого-то взгляда человека на мир. И этот взгляд несёт этому миру либо свет, либо тьму. Нет, ну физически, конечно, глаз ничего не несёт. Он вбирает лучи света, отражённые от окружающих предметов, таким образом мы видим. Но понятно, что это не физический процесс зрения, а миросозерцание, а восприятие окружающего. И вот оно исходит наружу, хотя, конечно, физически это не совсем так. «Никто не может быть слугой двум господам. Господам к тому проявят презрение, а к этому любовь. Или тому явит преданность, а этому пренебрежение. Вот и вы не можете служить одновременно Богу и мамоне». Мамона – арамейское слово, обозначающее богатство и божество, которое богатством заведовало. То есть, может быть, такое, знаете ли, немножко пренебрежительное слово. Даже вот не перевели его на греческий, что-то вроде «бабло». Да, вот с таким каким-то презрением прямо. Вот не можно служить одновременно Богу и баблу. Вот если бы был уж совсем просторичный перевод, я бы, может, так перевёл. Но я так не перевожу. А при чём здесь это? Тут только что лицемерие, показное, напускное, вот в молитве, в посте, во всём богатство. Это ведь необязательно лицемер религиозный вот такой, он совершенно необязательно деньги собирает. Может, но это отдельная история. А богатство уже, оно не всегда про деньги. И часто всё это связано с деньгами. Некоторые люди так цинично говорят, что за всем надо искать деньги. Но богатство ведь это и богатство репутации. Репутация кормит, между прочим. Да, если она очень хорошая, то найдётся работа. Если она ужасная, то сколько ни трудись, а никому ты не нужен. Или такая, ну, как сказать, должность, может быть, не то слово здесь, но позиция среди верующих. Вот если ты там авторитетный человек в общине, если ты там толкуешь писание, если к тебе там обращаются. Это вот тоже твоё богатство. В принципе, разновидность репутации. Поэтому связь здесь прямая есть. Но это удобный момент для того, чтобы перейти к повседневности. Вот как быть совершенными, поскольку наш отец небесный совершенный. Сначала обсуждается религиозное, а теперь про повседневность. Ну, нам же каждый день надо что-то покушать, нам вот одеться во что-то надо. Я, например, одет сейчас пиджак, который мне нравится. Он денег стоил, надо было купить его. А где какая распродажа? Поэтому говорю вам, не забудьте, с чем накормить и напоить свою душу, и во что одеть свое тело. Разве душа не важнее пищи, а тело одежды? Здрасте, если я тут сейчас перед вами буду сидеть голый, вам это понравится? Я скажу, а не забочусь, во что мне одеться, или там майку дырявую надену, грязную, застиранную. Посмотрите на птиц небесных, они не сеют и не жнут, выражения не запасают, а их кормит Отец наш небесный. Разве вы для него ненамного важнее? Да и кто из вас может собственным старанием хоть ненамного увеличить свой возраст? Иногда перевозят рост, но неважно, увеличить, сейчас скорее уменьшить хочется возраст. Ну, тем, кому нет 18-й в точках продажи определенных напитков, наверное, стараются его увеличить. Опять-таки, как это не заботиться о том, что есть и пить? Знаете, если я приду домой и скажу жене, ну, корми меня, только я ничего не заработал, денег у меня нет, в магазин я не зашел, вот, наверное, с неба пироги сейчас повалятся и раскрою рот. Это будет разумное поведение? Нет. А что вы беспокоитесь об одежде? Заметьте, как растут в поле лилии, не трудятся они и не придут, но, говоря вам, что и Соломон, знаменитый царь, во всей своей славе не надевался так, как любая из них. Если так Бог одевает траву, которая сегодня растет, а завтра будет брошена в печь, то уж тем более оденет вас, маловеры. На улице зима, вот что нам, не заботиться о теплых вещах, об обуви, верхней одежде, о белье теплом. Выйду и скажу, я лилия поливаю. Во-первых, я уже давно не лилия, а во-вторых, я довольно быстро замерзну. Вот как-то это все непонятно. Давайте дочитаем главу, прежде чем попытаться найти ответ. Так что не забудьтесь, не задавайтесь вопросами, что будем есть, а что пить, обо что оденемся. Всего этого ищут язычники. Отец ваш небесный знает, что вы нуждаетесь во всем этом. Ищите прежде всего царство Божие и праведности Божьей. А все прочее получите в придачу. Так что не беспокойтесь о завтрашнем дне, завтра само о себе побеспокоится. Каждому дню хватит собственной тревоги. Вот они ключевые слова. И смотрите, это не случайно. Сначала такой идет большой блок пролигиозной практики. Молитва, пост, милостыня сначала еще была. А потом про повседневные еда, одежда. Ну, там, добавим жилье, не знаю, работа, трудоустройство, забота о детях, между прочим. Чтобы их выучить, чтобы их о детях накормить, напоить. Вот как им? Не скажешь своим малышам, а вот я лилию поливаю, я не заботюсь, а вот я птичка летаю, а кормить вас нечем мне. Смотрите, но ведь здесь не идет речь про то, что это плохо или хорошо, а идет речь про приоритеты. И самое главное, что мы узнаем про религиозный этот блок, да, не внешнее, а внутреннее отношение с отцом. Для этого вся религия. И нечто подобное мы видим здесь. Не внешнее, а бесконечные заботы. Мы знаем прекрасно случаи, когда человек очень много заботится об одежде. Это не обязательно там модница какая-то, которая выискивает последние распродажные шмотки. И не обязательно какой-нибудь там щеголь, который хочет последнюю моду из Парижа на себя нацепить. Просто человек поглощен этими заботами, он живет ради них. Ради того, чтобы было чем накормить, во что одеть. А мы прекрасно знаем, что предела этому нет. И всегда есть забота, на завтра есть, а на послезавтра. Достаточно ли это хорошее? Сначала, знаете, как по поговорке, у кого щи мелкие, а у кого бриллианты мелкие, сначала щи жидкие, а потом и бриллианты мелкие. И все равно человек заботится и считает, что нужно добиться чего-то более высокого по статусу. И птички-то, между прочим, отнюдь небеспечно чирикают. Они мошек ловят и своим деткам приносят. Лилии, между прочим, полевые, отнюдь не бездействуют. Они корни пускают и фотосинтезом занимаются, как мы знаем. То есть это не означает, ничего не делайте. Это означает, живите не для того, чтобы достичь определенного внешнего результата. Результат придет. А ищите Божье Царство. Так, прошлая глава заканчивалась. Будьте совершенными, как Отец ваш Небесный. Эта глава заканчивается. Ищите, прежде всего, Божье Царство. Завтра само себе побеспокоиться. А как нам искать Божье Царство? Ну, об этом следующая, седьмая глава. Субтитры создавал DimaTorzok